Докер образы Я просто буду рассказывать о том, как собирать докер образы Я расскажу о том, какие у нас возникают проблемы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы очень сильно мечтали о докере Нам очень много чего хотелось, но докера тогда не было В 2013 осенью я начал активно следить за докером А 6 июня 2014 я точно совершенно знаю, что у нас заработали первые докер-контейнеры в продакшене Ну, соответственно, сейчас там два с чем-то года эксплуатации докера в проде Весной я рассказывал о том, как сделать continuous delivery с докер Был такой большой обзорный доклад, который рассказывал, как в целом построить всю эту цепочку Ну, как из гита доставить исходники до продакшена и как дальше там с ними жить Сейчас я буду рассказывать исключительно про стадию сборки То есть я буду говорить, как собирать докер-контейнеры в условиях continuous delivery В условиях, когда нам нужно собирать докер-контейнеры не один раз А в условиях, когда нам нужно собирать докер-контейнеры постоянно Много-постоянно Прежде чем говорить о том, как собирать Я расскажу, какие есть проблемы и зачем вообще нам докер И зачем нам докер-образы И какие решаются докером проблемы Буду рассказывать только кусочек, который касается именно сборки Значит, смотрите, есть базовая проблема с воспроизводимостью Которая выглядит следующим образом Дальше сейчас начинаю очень быстро, потому что Программисты пушат в git Плейн-программисты пушат в git Плейн-админы выкатывают на стейджинг Ну, то есть это вот тот мир, который есть отдел программирования Отдел администрирования, да, такой старый мир Значит, Коль Тяжер выходит на стейджинг, говорит Все классно Админы катят на прот И по какой-то причине прот летит вулкан Ну, по какой Как бы кто так делает, все знают То есть что-то в окружении оказалось не тем Какие-то не те версии пакетов Что-то не то Другая проблема воспроизводения Мы катим из gita на один сервак Используем зеркало пакетов в одном состоянии Пока идет распределенный деплой на второй сервак Зеркало обновилось, пакетик чуть-чуть другой Ну и второй сервак у нас улетает в вулкан И любой человек, который деплойл шефом на 50 серваков Он с этой проблемой, ну, хотя бы раз там сталкивался Если не шефом, то PSSH, Ansible, там чем Понятно, что все эти проблемы можно победить Есть еще вот такая тема с воспроизводимостью Ну просто эта тема, она имеет еще развитие Еще вот такое Как бы Ну как бы и что То есть, да Ну и в общем с воспроизводимостью есть Как бы набор кейсов Воспроизводимость между тестовым окружением и продакшеном Воспроизводимость при выкате на кучу серваков Воспроизводимость при выкате на несколько площадок Не знаю, там в Америку и в Австралию Локальный запуск точной копии для разработчиков Запуск старых версий Если кто-нибудь пытался поднять версию приложения двухлетней давности Ну и там поставить все эти зависимости, которые вам тогда нужны были То знает, 2 года это окей, а если 4 Короче, с помощью Docker Imaging можно сделать классную гарантию воспроизводимости Выглядит так Программисты пушат в Git Git собирается в Docker образ Образ один, immutable, лежащий бинарно Со всеми зависимости, со всем-всем-всем, что нам надо Используется на всех площадках На тесте, на пройде, у программистов на компьютерах На других площадках И складывается в архив Отсюда правило Правило имеет номер 2, потому что вырезано из предыдущего доклада Раз, раз Звук пропадал? Нет? Я не шевелюсь One image to rule them all Окей Кусок второй Про инфраструктуру Есть у нас кейс, когда у нас есть гитовый репозиторий В нем есть два бранча Пусть будет development и master Пусть будет в master у нас текущая версия, которая на проде В development у нас новая версия, которая пока в разработке Пусть будет два контура, staging и production Два окружения, два environment, как хотите называть Пусть у нас PHP-шный проект И пусть старая версия работает с PHP 5.5 Новая версия работает с PHP 7 Разработчики начали пользоваться Не знаю, что там в 7 появилось Неймспейс Ну, с чем-то начали пользоваться И когда разработчики делают мерш development of master А потом это катят на прот Ну, понятно, что версию PHP с 5.5 на 7 мало кто обновит Ну, мало кто забудет обновить То есть если такие люди работают в вашей компании Лучше им там не работать, наверное Ну, как бы, или вам работать в другой компании Но если вопрос про версию какой-нибудь, не знаю, либо XML То есть обычно же зависимости много, разумеется, можно забыть Решение очень простое Картинка с вулканом была Решение очень простое Нужно информацию о том, какая версия PHP используется Положить в гитовый реп Так, чтобы информация об инфраструктуре Лежала вместе с кодом приложения И тогда, разумеется, когда будет происходить А, ну, еще ремарочка, да Соответственно, staging и prod надо выкатывать С тех самых образов, которые собираются И, соответственно, там должны быть контейнеры И PHP должна быть частью этих контейнеров И когда мы делаем мерч, разумеется Как бы мы не забудем Отсюда правило Инфраструктура это код и должна жить с ним Но это был на самом деле Ну, как бы, это был рассказ про то, что такое мутабл инфраструктура И про то, почему инфраструктура должна лежать с кодом Но есть еще неочевидные моменты Смотрите Если у нас есть front и back Хотя в современных приложениях обычно слоев сильно больше И, допустим, у нас старая версия приложения не использует WebSocket Новая версия приложения использует WebSocket А поддержка WebSocket, поддержка проксирования WebSocket появилась в Nginx Начиная с версии 1.3 Ну, слайд немножко уже такой с бородой Потому что Nginx нынче совсем не 1.3 Но был такой момент И, как бы, какая история? История опять такая же Когда мы выкатываем новую версию на прот Мы забываем обновить Nginx И проблема точно та же самая Решение очень простое В Rep с исходниками положить, кроме информации о том, какой PHP Еще информацию о всех других слоях инфраструктуры Какие могут быть слови? Мемкэш, редис Не знаю, может быть, у вас приложение собирается в несколько разных образов Например, там, опишка, какая-нибудь админочка и какой-нибудь воркер То есть если это микросервисы Ну и окей, значит, программисты DevOps работают с одним гитом Из этого гита собираются несколько докер-образов То есть вот целевая схема по работе такая И такая схема дает гарантию того, что мы не забудем Ну и правила написаны на слайде Окей, допустим, у вас микросервисная архитектура И у вас куча проектов Или просто вы большая компания, у вас просто много проектов А может быть у вас много проектов с микросервисной архитектурой Тогда их еще больше, да? И у вас есть гид с каким-то проектом, в котором есть код и инструкция для сборки Nginx Такие, нужен новый проект, вы написали новый код, скопировали Nginx Ну, обычное поведение Тут ремарка, да? Если у вас есть отделы DevOps в департаменте Agile Значит, короче, они обычно не очень классные разработчики То есть если они пришли из Dev мира, они, конечно, хорошие разработчики И тут проблем нет Но если они пришли больше из Афганского мира Они не очень любят обобщать И картинка выглядит следующим образом Скопировали, поменяли, скопировали, поменяли Скопировали, скопировали, поменяли, поменяли И, ну, у кого такая история есть? Ну, в общем, она есть Этот способ разработки называется Мы любим печатать Напиши все, что пишешь, минимум два А есть другой принцип программирования, который называется Не повторяйте себя А это нормально, что? Да? Подсказывают, что батарейка села? Окей И раз, два По-хорошему, несколько проектов должны Вы помогаете? А перетыкается? Нет? Нет? Давайте, давайте, давайте А то я сейчас буду Раз Спасибо большое Сори всем Я тут ни при чем Несколько проектов По-хорошему должно выглядеть следующим образом У нас есть первый проект Когда мы, ну, заводим второй Разумеется, мы вместо того, чтобы копировать Выносим в модуль Делаем версионирование Ну и пошло-поехало Там надо внести изменения Мы вносим изменения в модуль Изменяем version constraints Ну и так далее То есть нормальная командная работа Нормальная модульность Ну и правило звучит следующим образом Что да, инфраструктура это код И раз инфраструктура это код Надо с ней перестать работать Как с Ну, как привыкли В общем, скопировали И поправили Окей Это были вводные И тут капитанская часть заканчивается Давайте я подведу итог Значит, что мы хотим От сборки докер-образов Когда мы говорим Что это сборка докер-образов Для CICD У нас есть гитовый реп В нем есть наше приложение Есть информация о том Как собирать бэкенд с этим приложением Есть, возможно, модуль В который вынесена общая часть Есть информация о том Как собирать фронтенд Есть общая часть В которой вынесена информация Для сборки фронтенда Разработчики работают с этим репом Девопсы работают с этим репом Девопсы работают еще с модулями Которые лежат в отдельных гитах Когда собирается бэкенд Используется модуль Он собирается в отдельный докер-имедж когда собирается фронт-энд опять. И вот тут началась интересная история. Когда мы начинали работать с докером, у нас докер-имиджи получались иногда 500 метров, иногда 700, иногда 1,5 гигабайта по разным причинам. И со временем это дает очень большую боль, потому что если речь идет про continuous delivery, то это куча коммитов, и по-хорошему надо докер-имидж собирать при каждом коммите, для того чтобы потом по нему прогнать тесты. Еще что-то, это занимает кучу места. Ну и мы пришли к какому-то такому юверистическому правилу, что желательно, чтобы имидж был маленьким. Маленьким для нас меньше 200 мегабайт. Понятно, что вопрос частный, но мы считаем, что если имидж меньше 200 метров, это нормально. Базовый имидж у BUM-ты весит 130 мегабайт. Ну то есть 70 мегабайт, надо как-то в них укладываться. Но это один кусочек. То есть мы хотим, чтобы имиджи были маленькие. Вторая тема, что мы хотим, когда разработчик добавляет 10 килобайт кода, ну меняет кода, в общем размер коммита 10 килобайт, чтобы у нас не появлялось плюс 400 мегабайт. Вот это как бы классика сборки докера, а появлялось плюс 10 килобайт. И это реально важно, потому что когда вы делаете 200 коммит в день, 200 на 400 мегабайт это много. Ну понятно, что если вы мыслите колоссальными объемами данных, то в команде опять... А может надо стоять здесь, чтобы не колонна? Короче, если у вас куча народу в команде и куча серваков, то у вас не 1000 коммит в день, а 5000 коммит в день. И проблема, ну она все равно есть. То есть третья тема, что надо собирать эти докер имиджи не за 2 минуты, не за 30 минут, а желательно в среднем секунд за 10, так чтобы мы пушнули, и пока мы открываем наш CI, оно уже собралось и показалось, что да, все хорошо, и уже тесты начали выполняться. И дальше я знаю, что только на этой конференции пяток докладов про то, как там continuous integration, тесты параллельно гонять. Ну, дальше это не моя тема сегодня. Окей. Ну и вот эти докер имиджи используются везде как конечный продукт. Вот целевая схема. Вот так мы видим процесс работы с докером. И я надеюсь, что я вам сейчас аргументированно объяснил, что так должно быть. Как мы это решаем? Первый вопрос. Что должно быть в стандартной библиотеке? И есть два варианта. Все функции, которые могут вообще кому-нибудь понадобиться, и функции, которые могут понадобиться всем. Ну, разумеется, ответ, что если эта библиотека стандартная, то там только те функции, которые нужны вообще всем. Ну, а в нестандартных библиотеках уже там какой-то дополнительный функционал. Ну, смотрим докер на гитхабе. У них есть файлик principles, принципы проектирования. Первый, ну, это не первый, но один из принципов говорит о том, что у всех очень разные проблемы, и мы должны решать только ту часть проблем, которая общая у всех. Ну, и как бы докер — это решение общее, которое решает тот срез проблем, которого касается каждый. Вторая тема, важная для докера. Контейнеры должны быть portable. Я знаю, что сегодня есть доклад про то, как запускать кубернетес и докер на Raspberry Pi. Ну, это часть докера. Третья важная тема с точки зрения докера и любого большого проекта, что вы не можете добавлять фичи бездумно, потому что как только вы фичу добавили, вы должны пожизненно ее поддерживать. Ну, как бы вы публичный проект, миллионы людей на вас рассчитывают. Вы добавили, они начинают пользоваться, выбираете «ааа», они все вас ненавидят. Мы сделали утилиту, которая решает частный случай. Вот прям частный. И я сейчас буду рассказывать параллельно про эту утилиту и про то, как решать все эти проблемы. Собственно, какой частный случай? Это сборка докера для CICD. Ну, тут сразу про то, как поставить. Утилита написана на рубях. Нужно рубе больше 2.1 ставиться одной командочкой. Кто это тут программирует на рубе? Один человек. Ну, хорошо. В общем, мы мечтаем из этой штуки сделать утилиту, которая будет покрывать весь workflow CICD, но пока она занимается только сборкой. Ну, под весь workflow CICD мы подразумеваем, что у нас есть исходник, который лежит в GitLab. Мы туда коммитим, пушим, и оно собирает имидж, выкатывает его на Kubernetes, и счастье. Ну, или GitHub с Travis и та же цепочка. Ой, слайды поехали. Окей. Значит, что делает эта утилита? Ну, конфигурация описывается в файлике, который называется DAP-файл. Ну, make-файл, докер-файл. Вы знаете еще 300 названий других файлов. Сейчас это рубевый DSL, но, скорее всего, мы перейдем на YAML для того, чтобы быть проще, для того, чтобы избежать кучи потенциальных ошибок. Принцип очень простой. Один репозиторий — гитовый. Ну, я надеюсь, что вы не программируете в усвоении. Или в CVS. Значит, один репозиторий — это один проект. Один проект — это один DAP-файл. Ну, то есть, связь такая очень простая. При этом, помните, да, я вначале говорил, что в одном проекте, скорее всего, будет много докер-имеджей. То есть, вот сколько там докер-имеджей, неважно, но все они описываются в одном DAP-файле. И в этом одном DAP-файле описывается инфраструктура всего проекта. То есть, как собирать наш бэкенд со всеми зависимостями? Со всеми зависимостями. Как собирать фронт-энд? Как собирать другие кусочки, требуемые нам инфраструктуры? Наши принципы проектирования. Портабилити. Кто-нибудь из вас деплоит приложение на Raspberry Pi? Да, и портабилити нас абсолютно не интересует, потому что всегда, когда вы делаете CICD, вы совершенно четко знаете, на что вы деплоите, и на что вы будете деплоить в обозримой перспективе. По крайней мере, у вас нет варианта, что вы, может быть, завтра смените архитектуру с x86 на ARM. Ну, как бы вы перейдете с Амазона на Google Cloud или с Колокейшена на DigitalOcean, но не с x86 на ARM. Секьюрити. Сборка докер-файла должна быть безопасной. Это важный принцип. То есть вы должны иметь возможность скачать из интернета докер-файл, набрать докер-билд, и ваша машина не должна от этого сломаться. В случае CICD у нас есть наша команда, ну или там не наша команда, но в общем команда людей, и даб-файл не распространяется. То есть это штука, и безопасность работы даб-файла не актуальная тема. Что для нас важно? Для нас важно, чтобы это было очень просто и удобно использовать, чтобы не надо было мучиться, как с докер-файлом. Для нас важно, чтобы это было очень быстро и эффективно, чтобы имиджи собирались за 10 секунд по 200 мегабайт и по плюс 10 килобайт. Вот это важно. И я начинаю с примеров синтаксиса, на котором мне будет просто проще объяснять. Секция для докер. Говорим, что у нас сборка идет из Ubuntu 16.04. Секция для шелла. Мы говорим, что на стадии install, расскажу позже, что такое стадии, идет вызов командочки upget update и командочки update install netcat. И говорим, что при запуске этого имиджа будет запускаться такая командочка. Кто может сказать, что мы капитаны, есть у кого-то ощущение, что мы делаем что-то не то? Ну, я вижу по аудитории. Конечно. То есть пока что это выглядит абсолютно как докер-файл. Справа приведен синтаксис докер-файла. Ну, то есть, что, мы поменяли шилу на мыло? Ну, разумеется, нет. Я пришел сюда не для того, чтобы рассказывать, как мы научились делать то же самое, что делает докер-билд. Итак, фича первая, которую мы добавили. Ну, во-первых, как работает обычная сборка докера? У вас есть командочки в докер-файле. Каждая команда в докер-файле создает отдельный слой докерного имиджа. Когда мы говорим from, у нас качается базовый имидж с Ubuntu. Когда мы добавляем каждый run, у нас создается новый слой. Если мы поменяли какую-то командочку, например, вот эту, вот эту командочку, то у нас этот слой пересобирается. Ну, вызвали еще раз build, этот слой пересобирается, и эти слои становятся невалидными, неактуальными. И последующие команды пересобираются. Так работает штатно докер. У него есть проблема в том, что он умеет это делать только локально. То есть вы не можете использовать несколько CI-раннеров, вы не можете пушнуть кэш, ну, куда-то пушнуть кэш, а потом в другом месте пульнуть. Это можно было до докера 1.10? С 1.10 уже нельзя, но это другая проблема. Докер умеет кэшировать. Это вводная была, да? А вообще, что нам нужно делать при сборке нашего проекта для прода? Ну, я так сейчас с разных сторон подойду к вопросу. Прежде всего, нам нужно добавить код в имидж. Ну, потому что зачем мы собираем имидж, если в нем нет исходного кода нашего проекта? Ну, даже если мы компилируем мое приложение, то нам надо добавить не исходный код, а результат. Но это, в общем и целом, тоже код. Установить системное ПО. Системное ПО. Не знаю, MySQL, Ruby, Python, PHP. Ну, какие-то системные пакеты. То, что вы делаете apt-get. Установить системные зависимости. Не знаю, какой-нибудь. Лип-xml. Прикладные зависимости. Сейчас каждый, ну, не сейчас. Последние 10 лет каждый уважающий себя язык имеет свой пакетч-менеджер. Там в PHP Composer, в Ruby Bundler, в Node.js, NPM, в Python, PIP. Ну, в общем, у каждого языка есть свой пакетч-менеджер. И у каждого пакетч-менеджера есть файлик, в котором описаны зависимости. Прикладные зависимости. То есть, нам надо сначала поставить системные, ну, какой-нибудь либо xml, потом прикладные, которые использую. Настроить системное ПО. Не знаю, там, локали добавить в системе. Конфиг Nginx. Конфиг MySQL. Ну, MySQL в Docker контейнер — это не очень здоровая тема. Но настроить наше ПО. Сгенерить там конфиг для нас. Вот примерно список дел. Но в какой последовательности это делать? С учетом того, чтобы это было правильно скашировано докером. Сначала добавили код, потом поставили системное ПО, потом зависимости, потом так, потом так. Или сначала системное ПО, которое может быть тяжелым. Ну, например, там, ну, если мы ставим PHP, это все равно там 50 мегабайт в image. А потом прикладные зависимости, потом так, потом так. Или, может быть, так. Ну, то есть возникает вопрос, в какой последовательности собирать. И фундамент у этого вопроса какой, значит, что нам нужно? Оно нужно, чтобы собиралось быстро, да? Ну, то есть, чтобы мы не ждали там по 15 минут, пока у нас скачаются все пакеты. Еще одного языка программирования, да? И чтобы при пересборке у нас каждый коммит не создавал 200, 300, 400, там, гигабайт места, чтобы не использовалась куча лишнего места. И при этом мы хотим, чтобы еще и конечный имидж был маленьким. Ну, то есть, мы вроде как хотим закэшировать все, что ставим, но хотим, но не хотим кэшировать. Ну, и, как бы, чтобы это решить, нам нужен, ну, вообще, я думаю, что здесь большинство все-таки разработчики, и все разработчики, и я, как разработчик, люблю паттерны. Паттерны — это классно, ну, заставляет чего-то думать. С другой стороны, смотрите, ну, все же сейчас используют там MVC-фреймворки. Почему? Ну, прежде всего, потому что сочинение писать в свободной форме всегда менее удобно, чем писать сочинение по шаблону, да? Ну, так проще. Зачем каждый раз придумывать что-то свое? И мы придумали классный паттерн. Ну, с первого взгляда кажется, что это капитанство, но это не так. Так, мы разбили сборку на четыре стадии, ну, install, setup и две before стадии. И делаем примерно следующее. В before install мы говорим, что нужно складывать все, что тяжелое и редко изменяется. К этому мы относим настройки операционки. Очень редко вы меняете что-то, касающееся локалий в системе, что-то, касающееся версии. Как часто вы в вашем проекте меняете версию операционки? Каждый день, ну, понятно, да, что, как бы, вот, тяжелая и редко меняющаяся часть это настройки OS и системное ПО. Например, вам нужен Ruby какой-то конкретной версии. Версию Ruby вы меняете гораздо чаще, чем версию операционки, но не каждый день. И, скорее всего, не каждый спринт. Да, и точно не в каждом коммите. Мы проанализировали 50, примерно 50 проектов, точно не скажу, на разных языках программирования. Абсолютно от разных команд разработчиков, друг про друга не знающих и друг с другом не связанных. И по нашей статистике, меньше 1% коммитов вообще касаются изменений версии языка. И, окей, в инстале прикладные зависимости. Ну, то есть это Composer install, Bundle install, npm install, pip install, вот это все. По нашей статистике, 5% коммитов меняют так или иначе прикладные зависимости. Добавляют какую-то новую липку, убирают липку, меняют версию, еще что-то. В сетапе конфиги. По нашей внутренней статистике, 2% коммитов меняют конфиги. Before setup мы добавили в основном для симметрии. Ну, как бы мы, как любые разработчики, любим симметрию. Ну и потому что он иногда бывает полезен для того, чтобы настроить что-то, что мы используем в сетапе. Например, если мы конфиг UI или конфиг рельсов генерим каким-нибудь таском встроенным в фреймворк, то прежде чем это использовать, нам нужно сгенерить какой-то кусочек конфига для этого фреймворка. Окей. Прошлый пример. Оставляем, ну, в нем есть слово install, да, понятно теперь, что это стадия install. По-хорошему этот пример разбить на два кусочка. Из install вытащить в before install, update, update. И получается так, что в before install мы качаем список пакетов, в install мы ставим netcat. При этом, когда мы меняем версию netcat, у нас не пересобирается весь имидж, а пересобирается только install. При этом update выполняется на голой системе 2 минуты, update install netcat выполняется 5 секунд. Мы типа классно выиграли. Ну, разумеется, мы можем там добавить еще одну командочку, и опять у нас пересоберется только install. Но все, кто собирал докеры, поймут, что здесь есть очень большой подвох. Причем этот же подвох есть в обычном докер-файле. Смотрите. Докер-фром взяли имидж с убумтой. Before install скачал 40 мегабайт в систему. Чего 40 мегабайт списков пакетов из репозитария? Ну, ладно, это apt-get, а ям качает 400 метров. Ну, как бы, вот у ямы, конечно, 400 метров. То есть у нас имидж стал из 127, в случае синтоса 500, 527. Ну, и как бы это нездорово. А install добавил 700 килобайт с двумя бинарниками. И что мы получили? То есть мы получили опять, как бы, полную чушь. В докер-файле. В докер-файле выглядит точно так же. То есть есть… Если разбить на стадии, выглядит так, и получается, что мы собираем… Ну, взяли Ubuntu, 1-килобайтный коммит с метаинформацией, апгет апдейт, который опять 40 мегабайт, и апгет инсталл с netcat, который весит всего 200 килобайт. Окей, в докер-файле мы можем вот эту часть слепить в одну… в одну… в один стейдж и добавить туда rm-rf varlib apt. Но это что означает? Это означает, что мы когда хотим поменять эту версию netcat, ну, ладно, версию netcat вообще, кто netcat в докер-имидж собирает, это ерунда, да? Но в реальности же у нас там куча-куча-куча команд, которые ставят нашу систему, да? И получается, что если мы делаем так, то все классно, 200 килобайт, потому что мы лишнюю информацию удалили, но у нас не работает кэш. Значит, при каждой сборке мы опять ждем, пока у нас качаются пакеты. И получается, ну, как бы конфликт. То есть, с одной стороны, мы хотим иметь информацию для того, чтобы в следующих шагах или в следующих сборках делать быстро. С другой стороны, у нас есть очень сильное желание не иметь эту информацию в конечном имидже, который мы катим там на 200 серверов или 2000 серверов. И мы не хотим эту информацию из имиджа вычищать вручную, потому что, ну, это неудобно. Об этом надо каждый раз думать, хотя, ну, все разработчики знают, что, ну, если есть вещи, которые надо каждый раз думать, вы каждый раз будете ее забывать сделать. И мы придумали такую штуку. Ну, здесь на самом деле не мы придумали, она очень очевидная. Любой бы человек, который этим занимался, ее придумал. Внешний контекст. Выглядит следующим образом. Мы добавляем конструкцию mount и говорим, что папка var.lib.apt лежит не в имидже, а лежит в некотором билдире. И этой штукой мы решили полностью проблему. Ну, у нас получается, что кэш есть, он доступен, но он лежит не в имидже. Ubuntu в before install создает 1-килобайтный слой, который ничего не весит, а вот этот getUpdate складывает информацию в билдир, да? Ну, и install собирает 200 килобайт. Все классно. Имидж весит 127,5 мегабайт и пересобирается мгновенно. Как это работает? Git, в нем даб файл, вызываем утилиту даб билд. Она, когда собирает, поднимает контейнер. В этот контейнер монтируется папочка build-dir. Ну, и когда контейнер, внутри этого контейнера выполняются все эти шелскрипты, которые там что-то настраивают. И когда настройка закончена, этот контейнер превращается в имидж. Кроме build-dir у нас есть tmp-dir. Разница в том, что build-dir – это папка, которая живет все сборки проекта. Ну, сколько раз мы не вызываем команду dubbuild. А tmp-dir – это папка, которая живет в процессе одной сборки. То есть мы один раз собираем, ну, сколько стейджа у нас не скашировано, столько собирается, она жива. Ну, и вот эту штуку мы называем внешним контекстом, то есть build-dir с tmp-dir. И получается, что есть, на самом деле, как бы подводный камень. То есть теперь для сборки нам недостаточно гита. Теперь для сборки нам нужен еще build-dir. Но любая CI-ка современная, ну, все известные мне CI-ки современные, позволяют что-то кэшировать между сборками, какую-то папочку. GitLab CI позволяет, Travis CI позволяет, Jenkins позволяет, TeamCity позволяет. Все позволяет. То есть вот эту папку build-dir можно таскать между сборками через CI. Ну, или, если вы собираете на одном сборчике, вы можете просто положить ее локально и бэкапить. Или, если вы собираете там на сборчиках в одном дата-центре, можете положить ее на сервак, пошарить NFS. Ну, в общем, как-то с этим жить. Окей, зачем нам нужен внешний контекст? Апт-ям. Пакетч-менеджер, встроенную систему очень помогает. Все прикладные пакетч-менеджеры очень помогают. Но есть еще и вот такой кейс. Например, вы компилируете C++-ное приложение. C++-ное приложение на каком-нибудь бусте с кучей шаблонов может компилироваться, ну, два часа, например, да? А, кстати, я не знаю, работает ли C++ для C++ и Ccash. Ну, допустим, вы компилируете большое C-шное приложение, не знаю. Зачем-то вам надо, да? Вы можете включить C-ш, который позволяет кэшировать результат компиляции отдельных файликов C-шных в объектные файлы. И этому C-шу указать папку, которая будет во внешнем контексте, и то же самое, вы просто ускорите. А вот под словом ассеты я подразумеваю… Сейчас никто не программирует на JavaScript, никто не программирует на CSS, и все пишут CoffeeScript, Sass, CSS, ну, и куча-куча разных других технологий, которые компилируют ассеты. Вот под ассетами я подразумеваю то, что компилируется для фронта, да? И, ну, большинство проектов используют эти технологии, большинство проектов при сборке должны скомпилить ассеты, да? И, соответственно, многие известные мне компиляторы ассетов позволяют также кэшировать, ну, какой-то промежуточный результат и сильно ускоряться. Короче, эта штука будет очень полезна для всего, что касается компиляции. Неплохо, но это еще только начало. Значит, 1% в before install, 5% в install, 2% в сетапе, а 90% коммитов что наших делают? Ну, разумеется, они добавляют что-то по деле исходники, потому что до этого мы только инфраструктуру ставили, а на самом деле большая часть коммитов у нас просто меняют исходники. Не знаю, там, кнопочку в меню двигают, ну, что делают? И когда мы добавляем исходники из гита в докер-имидж, у нас на самом деле возникает куча вопросов. Ну, то есть добавлять их каждый раз или не каждый, то есть добавлять какой-то кусочек, ну, и как-то хочется скашировать. А если у нас проект, в котором много кода, ну, хотя бы 20 мегабайт, и мы будем каждый раз добавлять, то это уже напрягает, потому что мы поправили 10 килобайт, а добавили 20 мегабайт. Другой вопрос. Вот у нас есть вот эти стадии before, install, install, before, setup, setup. А при добавлении гита, при добавлении новых исходников, какие из этих стадий пересобирать? И такой вопрос постоянно возникает. То есть если вы писали свой докер-файл, вы там пишите там composer install, потом add, у вас проблема, что вы добавляете исходники, ну, то есть вам композеру нужны исходники. Хорошо, наоборот. Проблема, что добавляются каждый раз. Ну, в общем, проблема, проблема, проблема. Еще бывает такая задача, что вам нужно вырезать часть исходников, там, положить в одну папочку, часть исходников в другую папочку. Ну, в общем, много вопросов. И мы сделали очень классный инструмент для добавления исходников в докер-имидж. Смотрите. Ну, я сначала расскажу, как он работает, потом покажу, как это в синтаксисе. В синтаксисе это прям очень круто в DSL. После before install до install у нас появляется стейдж, который называется git-архив. И когда мы первый раз собираем, в этот стейдж команда git-архив добавляет старый архив на момент первой сборки. При каждой последующей сборке у нас последним стейджем добавляется просто патч. Ну, то есть мы на докер-имидж накладываем гитовый, ну, самый настоящий гитовый патч. И получается так, что, ну, как бы каждый следующий коммит это добавление дельты между архивом и, ну, и последней сборкой. Но с точки зрения команд. Например, на стадии before install мы вызвали get update, поставили PHP, поставили MySQL, поставили Composer. Composer это package manager для PHP. Пример с PHP можете заменить на bundler install. Ну, неважно. На стадии install мы вызвали команду композер install. У нее уже есть исходники из git-архива, там уже есть файлик, по которому работать, и оно поставило прикладные зависимости. Но ведь получается, что у нас вот этот файлик, по которому работает композер, он на стадии git-архив. И install выполнился у нас только один раз, и это беда. И, разумеется, нам при изменении этого файла надо обязательно переделать install. И наш DSL позволяет указать, что при изменении вот этого файлика добавляй патч вон туда. И, соответственно, сборка произойдет только с нужного кусочка, с нужного места. Более того, вот эти патчи мы позволяем накладывать в любом месте. Более того, в самом конце мы патчи, по-моему, размером в мегабайт не удаляем. То есть как только накопилось мегабайт изменений, мы оставляем их висеть и добавляем следующий патч. Количество слоев в докере сейчас около двух сотен, и у нас там предусмотрена защита, которая просто перегенеряет архив, если слишком много слоев. То есть мы делаем это ультраэффективно. Пример с PHP-приложением. Вот добавление гита для PHP-приложения. Секция git. Там секция added, которая говорит добавить папку php-config в папку etc.php конечного имиджа. Очень удобно. Секция add, которая говорит добавить корень репа в папку slash-up конечного имиджа. При этом вырезать папку php-config, она нам не нужна там, где у нас лежит приложение. При этом проставить owner Apache группу Apache. Ну вот кто добавлял исходники в Docker-image поймет, что это очень удобно, и это реально просто спасает от каждодневных проблем. И указать, что у нас stage install зависит от изменения файла composer.log. Там можно папочки указывать, глобы и все что угодно. Ну, я надеюсь, что теперь круто, но это тоже далеко не все. Давайте посмотрим такой немножко странный пример с Docker. Берем Ubuntu 16.04, добавляем исходники нашего сишного приложения. Дальше мы ставим компилятор и Dev-библиотеку. Потом вызываем сборочку нашего приложения. Потом копируем наше приложение туда, где оно должно быть. Потом удаляем компилятор с Dev-библиотекой. Ставим нормальную библиотеку. И вы понимаете, что мы получаем? Мы получаем при установке компилятора, там качается почти гигабайт. Мы получаем имидж весом в гигабайт, в котором большая часть удалена, и она просто в промежуточных слоях. Ну, то есть это жесть какая-то. Классно. С точки зрения Docker файла мы могли бы все это следить в одну фазу, но опять та же самая проблема с тем, что тогда у нас не будет работать кэш. То есть тогда мы будем каждый раз переставлять вот этот гигабайт, качать его из интернета, а это время. Окей, вы можете задать вопрос, а зачем вообще мы это делаем внутри имиджа? Почему нам не собирать в системе? Ну, мы же можем поставить компилятор в систему, собирать бинарник в системе и добавлять только бинарник в конечный имидж? У меня опять ответ. А если вам нужно в разных бранчах разные версии? Ну, вряд ли C, но если вы там пишете на Go, уже может быть. Ну, то есть гораздо удобнее вести сборку чего угодно в докере, потому что именно внутрь докера вы можете положить версии софта и не переставлять каждый раз на CI-райнеры. И у нас тут родилась штука, которая называется артефакты. В целом паттерн звучит следующим образом. Значит, при сборке проекта нам нужны какие-то инструменты, но они не нужны нам для работы конечного результата. То есть нам нужен компилятор, чтобы собрать приложение, но нам не нужен для того, чтобы оно работало. Нам нужен Node.js для того, чтобы собрать ассеты, но нам не нужен Node.js для того, чтобы эти ассеты отдавать, потому что ассеты — это CSS-файлы, на кой черт нам иметь в системе Node.js, и еще полтора гигабайта каких-то непонятных бинарников. Мы вообще не хотим их иметь на проде. Ну, зачем нам они на проде? Ну, и вот эти инструменты, они зачастую весят кучу. И зачастую мы их меняем редко, и мы не хотим их переставлять. Каждый раз это дорого. Ну, и я уже говорил, что это касается отнюдь не языка, там, C или Go, или Java. Это касается зачастую… Мы это используем, например, в основном. Для сборки ассетов. Окей, как это работает? Даб-файл. Командачкой dab-билд собирается, он генерирует образ с артефактом. Генерирует конечный образ и копирует артефакт из… Ну, просто берет бинар и гонит его через внешний контекст в конечный имидж. И получается, что у нас докер-образ с артефактом. Да, большой гигабайт, но конечный имидж маленький. При этом получается, что у нас работает кэш. Чуть детальнее, как это работает. Есть стадии, как собираются образ с артефактом. Они такие же, как у обычного, только там добавлена еще одна стадия, которая называется последняя, артефакт-билд. Тут убраны лишние, которые просто не будут использоваться в примере, экран маленький. На стадии before install мы ставим наш компилятор, ставим нашу dev-библиотеку. На стадии git-архив добавляем… При первой сборке на стадии git-архив добавляем исходники, при последующих на стадии git-патч. То есть даже если у нас там много сишных исходников или много ассетов, их исходники добавляются не на каждом комитете, а на каждом комитете добавляется только дельта. Вызываем сборку, параллельно, независимо… Ну, не параллельно, на самом деле, независимо, пока не параллельно, хотя могли бы и параллельно. Собирается конечный имидж, в нем ставится не dev-библиотека, а библиотека без отладочных символов, без ничего. Ну или если вы собираете, например, имидж для отдачи ассетов, вы туда ставите injinks, который будет эти ассеты отдавать, который вам, наверное, не нужен был для сборки. Ну, хотя это не так важно. И последним шагом артефакт копируется из одного имиджа в другой. При этом, самое главное, если мы хотим поменять нашу библиотеку, ну или если мы хотим поменять конфиг injinks, или если мы хотим поменять версию injinks, ну то есть если мы хотим поменять базовый имидж, мы меняем командочку в базовом имидже, и у нас пересобирается только вот этот кусочек. А артефакт у нас остается скашированным, и все собирается очень быстро. Если мы добавляем исходники в гид, у нас пересобирается только вот эта цепочка. Ну это не так быстро, но мы же поменяли наше приложение, оно должно пересобраться, это нормально. То есть мы хотя бы не тратим лишнее время. Если мы меняем командочку, которую собираем, пересобирается только эта цепочка. Если мы меняем версию компилятора или деф-библиотеки, понятно, что пересоберется почти все. Но такое происходит очень редко. Пример с приложением на C в DSL. Используем Ubuntu, почему-то 14.04, неважно. Внутрь артефакта добавляем гид, из гида корень проекта добавляем в папочку SRC. Но для того, чтобы не писать много, это сокращается вот в такую конструкцию, за счет того, что это рубевый DSL. Секция Shell. Мы говорим, что в артефакте на стадии before install мы ставим компилятор, на стадии artifact build мы вызываем вот такую командочку. И говорим, что артефакт нужно пересобирать при изменении любого файла в gt. И говорим, что этот артефакт экспортит файлик такой-то в user bin.myapp после стадии install, сборки конечного имиджа. И говорим, как собирать конечный имидж, просто поставить библиотеку. Я вижу часы. Ну и говорим, какой командочкой. Окей. Ну что, уже можно брать или… Это еще не все. Пробовали делать модульность на Shell? Ну кто-нибудь пробовал там модули писать на Shell? Ну или командная разработка на Shell? Ну, наверное, это не входит в лучшие практики. Ну и помните, да, что хочется не повторять себя постоянно, потому что с Shell приходится постоянно копипастить. Ну и помните слайд про модульность. Значит, чем можно сделать модульность? Ну, чтобы сделать модульность, нам нужен dependency management в любом случае. То есть какое-то управление зависимостями. Если мы программировали бы наши имиджи на Ruby, PHP и там еще чем-то, у нас был бы dependency management, у нас мог бы быть штатный dependency management. На Shell у меня единственная идея – это гитовые сабмодули, но это очень неудобно, мы пробовали. Если бы мы наши имиджи собирали, например, с шефом, то там есть Berkshell, в котором вопрос решает, и командная разработка на шефе – это классно и удобно. Если бы мы использовали Puppet, там был бы Librarian. Так вот мы подумали, а что бы нет, и мы взяли и сделали в сборщике поддержку шефа. И мы теперь докерные имиджи собираем шефом. Вот прям почему нет. Выглядит следующим образом. Есть даб-файл, вызываем команду dubbilt, она генерит контейнер, в котором будет собирать. Плюс в гите у нас есть папка dubchef, в которой лежит кукбук шефа. Ну, самый настоящий кукбук для шефа. В целом мы можем по такому же принципу сделать поддержку Ansible, да чего угодно. Командочка dubbilt, так скажем, компилирует этот кукбук. Ну, что такое компилирует? Стягивает зависимости, которые в нем указаны. В общем, тащит все, что надо. И монтирует результат в имидж. Монтирует. Не копирует, а монтирует. Плюс у нас есть имидж, в котором установлен шеф. Вместе с рубями, со всей-все-все историей. Шеф ДК занимает 800 метров. И из этого имиджа папочка монтируется тоже в конечный имидж. И потом там запускается шеф. Этот шеф настраивает, 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 настраивает контейнер по кукбуку. Все классно. И дает конечный докер образ, в котором нет кукбуков, нет 800 метров шефа, но он настроен классными удобными рецептами, которые можно командно разрабатывать, у которых можно делать модульность. И все классно. А тут есть тонкая, заключающаяся в том, что мы используем кукбуки в нестандартном формате. Вместо обычных папок, там, Recipes, Templates, Files, мы в них делаем подпапочки по названиям наших стадий. И в процессе компиляции мы вырезаем, превращая кукбук в стандартный для каждой конкретной стадии. Для чего это делается? Мы, когда вырезаем, мы считаем контрольную сумму всех файлов, ну, вообще всего содержимого в стейдже. И на основании этого принимаем решение пересобирать этот стейдж или нет. Ну, то есть, так же, как при изменении команды у нас стейджи пересобираются, то есть, при изменении файла кукбука, файла рецепта или шаблона конфига у нас стейдж, в котором этот конфиг используется, пересобирается. Последний пример. Пример рельсовое приложение. Группа образов с бэкендом и воркером. И отдельный имидж для фронта. А в группу с бэкендом и воркером мы добавляем исходники. Они там нужны. Говорим, что для всех имиджей конечных использую рецепт common. В этом рецепте common мы не знаем. Ставим наши любимые утилиты. А что мы хотим, чтобы был во всех контейнерах? Не знаю, зачем. В группу с бэкендом и воркером мы подтягиваем модуль с рельсами, который настраивает, ставит руби, бандлер, вот это все. Ну, короче, делает какие-то настройки для рельсов. В имидж с бэкендом мы подтягиваем модуль для бэкенда плюс рецепт, который какую-то частность нашего проекта. В воркер то же самое. Во фронтенд у нас там нет исходников, нам там нужен инжинкс и нужен какой-то рецептик с фронтендом. В бэкенде мы говорим, что у нас есть артефакт. Артефакт собирается с модулем с ассетами, экспортит ассеты после сетапа и зависит от изменения папки app.assets. Ну и что все это работает на 14.04. Вот конечный результат того, что мы сделали. Одним файлом описана куча имиджей, это очень удобно и это работает очень быстро. Итого мы добавили стадии, четкие стадии. Сделали какой-то паттерн, по которому писать. Сделали поддержку внешнего контекста, сделали классное добавление из ГИТа, сделали поддержку артефактов, сделали поддержку сборкой из шефа, и мы можем собирать в одном файле кучу имиджей, столько, сколько надо. Это полностью open-source утилита. Сейчас у нас 6 звездочек. Но мы ее не анонсировали никому никогда. Мы с ней живем полтора года, ее активно развиваем. Над ней работает два разраба штатных. Я написал первую версию. Последний год был написан еще 6. Мы очень будем, невероятно будем благодарны. Не знаю, кружки почты будем слать, любить вас, писать о вас, благодарить, если вы будете нам говорить, что у нас что-то не работает. Ну, потому что это ваш опыт использования. Мы гарантируем, что мы будем очень быстро отвечать на все еще. Пишите по-русски, пишите по-английски, пишите нам на инфо собака фланг. В общем, мы, короче, будем все это ловить и поддерживать. И очень будем рады, если вам утилита понравится, и вы нам окажете какую-то помощь. Ну, или хотя бы поставьте звездочку. Актуальная версия 0.7. Она будет завтра. Но она есть в мастере, если умеете ставить гемы. Сейчас текущая версия умеет все то же самое. Там чуть другой синтаксис UDSL. Большое спасибо. Меня зовут Дмитрий Столяров. Над проектом, кроме меня, работает Тимофей и Алексей из нашей компании. И у нас есть еще куча других докер-проектов о разном. Мы очень любим докер, много под него разного делаем. 52 минуты. Это слайд номер 400. Спасибо. Спасибо за доклад. Очень интересно. Работаешь. Нет? У меня вопрос не совсем по вот этому, а по вашему бэкграунду. Как вы думаете, почему докер взлетел? Вот у вас долгий период работы со всеми контейнерами. Ну, универсального ответа нет, но я думаю, что взлетел из-за того, что они не стали делать ничего своего. Ну, то есть, если вы думаете, что докер это какое-то такое решение, что там что-то есть, да? На самом деле это маленькая оберточка над кучей того, что было. И у меня был доклад на докер-метапе, в котором я рассказывал, что там технологии с 99-го года, ну и дальше, да? Но это правильный маркетинг. В любом случае, маркетинг для чего? Для того, чтобы собрать большое комьюнити. И там 99% работы докера – это переработка кучу-кучу-кучу-кучу-ищу. Анализ кучи-кучи-кучи проблем, который дал минимальное количество исходников, которые решают проблемы, которые есть у каждого. Поэтому взлетел докер. Потому что люди собрали большое комьюнити и не писали кучу кода, а анализировали проблемы и делали максимально простое решение, решающее максимум задачи. Вот мне кажется так. У меня такой вопрос. Вот я не знаком с предыдущими опытами. Вот эти вот слои имиджей, они появились, были в других проектах, например, в Solarisons и так далее. В зонах нет. Вообще идея многослойной файловой системы и маунтов одного поверх другого, поверх третьего, она витала в разных вариациях очень давно. Я точно сейчас историю не отслежу, но давно. То есть сейчас у докера драйверов 5 штук уже окажется разных по поддержке вот этой многослойности. В целом это многослойная файловая система, где каждый следующий маунт переопределяет предыдущий. Кстати, в Solaris'овских зонах, по-моему, это работало из коробки. Ну, простите, прошло немало лет. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. А поддержка Enshable когда-нибудь у вас появится? Мы какие-то старые и мы пользуемся Chef'ом и не понимаем, зачем Enshable. Но если будет спрос, конечно, появится. Потому что сделать по этому же паттерну поддержку… То есть у нас в коде есть Builder, который использует Shell, Builder, который использует Chef и Null Builder. И сделать yet another Builder – no problem. Спасибо за доклад. У меня предыдущий вопрос. Хотел еще один вопрос задать. Вы говорите, что Docker делает очень точные решения, когда это распространенное. А не боитесь ли, что ваше решение будет просто перекрыто более изящным решением со стороны Docker? Ну, это будет классно. А чего бояться-то? Ну, как бы… Вы не боитесь ли, что эволюция существует? Ну, я не знаю. Это пустая работа, возможно, нет? Не проще ли помочь докеру реализовать эти же все идеи? Секундочку. У них есть принцип, по которому они уже достаточно давно не меняют Docker файл. И есть куча еще на добавление вот этого функционала в разных вариациях, в разных контекстах, в разных приложениях, которые закрыты со словами, что, извините, эта фича не будет использоваться каждым, и мы не уверены, что мы сможем сделать поддержку на Raspberry Pi. Ну, еще раз, потому что Docker – это решение стандартное. Спасибо. Вот ощущение такое. Пока так. Там стандартизующий комитет, который вырабатывает стандарт Docker файла. Ну, как часто добавляют новые возможности в язык C? Ну, раз в три года, но там постоянный полный backward compatibility, пожизненная поддержка. Это все усложняет. А мы решаем частный кейс, который… Вот сборка имиджей для CI и CD быстро, эффективно. В целом, да, у Docker есть рекомендации, как это делать. Ну, собирайте все в один стейдж, думайте. Ну, просто это усложняет. Мы пытаемся сделать инструмент, который делает удобно для разработчиков, удобно для девопсов. То есть минимум усилий и в продакшен. Ну, а что? А сталкивались ли вы, что если очень много лейеров, то сборка становится медленнее? Или вот здесь не решали? Ну, нам повезло, не повезло. Не знаю, мы на OFS, ну, так как в основном Ubuntu. И вот так вот в прямую не упирались. Но у нас, кажется, были проблемы на девайс-маппере. Были, не были? Не были. А вот проблему с внешним контекстом вы вот уже задали вопрос, не хотели вы? Или вы ее решать с помощью реализации множественного наследования в самом докере, форком? Ну, это мечты. Насколько это реалистично, допустим? Это не очень реалистично, потому что… Ну, то есть с точки зрения файловой системы сделать множественное наследование… Просто оно когда-то было, а его потом, по-моему, убрали, потому что это противоречит идеологии докера и все такое. Ну, само множественное наследование на файловом уровне сделать просто, но… На уровне лейеров. На уровне того, что у тебя один имидж генерит один конфиг, другой имидж генерит другой конфиг, файл-то один тот же, ты его мерджить будешь. Да, и фактически пользы никакой. Ну, возможно, со временем, не знаю, было бы классно, если бы такое было. Мы бы с удовольствием воспользовались, что-нибудь придумали бы там для этого. Конфликты отслеживать, когда один и тот же. Все? Еще один вопрос, это последний будет. Добрый день. А вы думаете про интеграцию с CI-системами, там, плагин для Jenkins'а, чего-нибудь такое? Ну, да. Пожалуйста, нажал его сразу по вашей системе. Ну, просто мы считаем, что Jenkins'у пора на покой. Ну, я тоже так считаю. Так же, как и TeamCity, и нужно использовать GitLab CI, стенд, которого есть на этой конференции. Или, ну, то есть удобнее в YAML файле иметь информацию о сборке, чтобы она была разная, там, для разных вранчей. И в нашей утилите будет возможность, вот сейчас там есть метод build, будет метод deploy. И в даб-файле будет описание для Kubernetes'а, как деплоить. И фактически у нас будут примерчики, что вот такой YAML пишите, бах-бах, у вас рельсовое приложение деплоится в Kubernetes. Одна команда поставили Kubernetes, вторая команда сгенерировали YAML файл кнопочкой. Ну, только не кнопочкой, а YAML файл. Цель такая, да. Сейчас сделаем просто кусок со сборкой. Спасибо за доклад. Давайте поблагодарим Дмитрия. Было интересно. Большое спасибо вам.